МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это КФУ «Итоги недели». Мы сегодня поговорим и о том, когда начнется приемная кампания в Казанском университете для российских студентов. В программе вы увидите. От всего сердца я всем-всем очень благодарна врачам, медсестрам, всем персоналу. Скорая помощь. Как университетские врачи спасли пациентку из Донецка? Мы надеемся на удачу, тем более, что за нами, за нашими плечами коллектива Казанского федерального университета. Три успешные победы, три номинации. Великие даты и включение в списки. В каких значительных событиях примет участие КФУ? Это мобильная база, к нему прикреплена рука, манипулятор, четыре степени свободы. Жизнь по алгоритмам. Как заставить роботов выполнять задания? Люди могут, по сути дела, приобщиться и к биологии, и к выращиванию себя, чтобы потом самому съесть. Земли желающим. Какой социальный проект реализуют в КФУ? Процедура относительно других треков несколько упрощенная. Поступить в филиалы КФУ через интернет. Как подать заявление на портале госуслуг? Срочную операцию провели врачи университетской клиники пациентки, которая прибыла в Татарстан из Донецкой Народной Республики. Обострение серьезного заболевания у женщины началось на родине из-за длительного нахождения в условиях, опасных для жизни. Да и сама болезнь у пациентки застарелая. Доступа к медицинской помощи у жительницы села не было. Лечение отсутствовало. А уже здесь, в Казани, когда эвакуированных жителей Донбасса определили по временным пунктам проживания, она, наконец, смогла получить профессиональную помощь. Как прошла операция и как сейчас чувствует себя пациентка, узнала наша съемочная группа. Ну, мы прошли ад. Татьяне Евтуховой 61 год. Родом она из села Степное Мариинского района Донецкой Народной Республики. Она со слезами на глазах вспоминает те тяжелые две недели, когда им приходилось сидеть в подвале собственного дома. Уже там женщина пережила два приступа. В университетскую клинику она попала после того, как прибыла в составе группы эвакуированных. В Казани женщине вызвали скорую помощь. У меня был приступ в левом боку. Это камушек там у меня вышел. Но... И поэтому боль я не могла уже успокоить. Но не брала обезболивающие. Пришлось вызвать скорую помощь. По словам Татьяны, в родном селе доступа к профессиональной медицине не было. Поэтому и приходилось только принимать обезболивающие препараты. В униклинике она оказалась в руках врачей-урологов, которые провели ей полноценный осмотр и подготовили к операции. Обезболили обязательно, укольчики делали мне. А в понедельник на обходе сказали, что готовьтесь на завтра. Ну, сделали же УЗИ, рентген, МРТ. Ну, все обследование прям сразу сделали. Спасибо большое. Ну, и увидели, что там сидит монстр. Могу показать, он как крабик. Я даже вчера после наркоза встала, ой, вернее, ну, открыла глаза, улыбнулась, всем сказала большое спасибо и дай Бог вам всем здоровья. По заключению врачей, обострение мочекаменной болезни у Татьяны Евтуховой произошло на фоне длительного нахождения в холодном подвале. Главное, вовремя сделали операцию. И все обошлось. Пациентка идет на поправку. Пациент доставлен по линии скорой помощи. С симптомами почечной колики. Проведена эндоскопическая уротеролит трепсия, удаление камня, мочеточника. Стандартная подготовка перед эндоскопическим оперативным вмешательством. Да, то есть это экстренная операция, поэтому там минимальная подготовка. Выбраться из того ада помог ей сын. Вместе со свекровью Татьяны он вывез их в Донецк. Позже вместе с другими эвакуированными они приехали в столицу Татарстана. Здесь они чувствуют себя в безопасности. И благодарны каждому, кто протянул им руку помощи в этой тяжелой ситуации. От всего сердца я всем-всем очень благодарна врачам, медсестрам, всем персоналу. Огромное спасибо. Вообще, вашей Казани огромное спасибо. Нас здесь очень сердечно, душевно приняли. Мы все обласканы любовью вашей. У вас хорошие люди, честное слово. Напомним, в Казанском федеральном университете работает пункт приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Студенты, преподаватели КФУ, ученики университетских лицеев собрали уже более 250 килограммов предметов первой необходимости. Пункт приема гуманитарной помощи расположен на базе кафедры связей с общественностью и прикладной политологии, высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Салават Мухаммад Долин, Амир Елдашев, КФУ. Итоги недели. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского университета. Номинация соответствует всем требованиям, подтвердили в самом ЮНЕСКО. Однако работа еще не завершилась. Но не только это сейчас в приоритете Казанского университета. Впереди тысячестолетие принятия ислама Волжской Булгарии. Какое участие в этом событии принимают ученые университета? И какие изменения ждут абитуриентов в новой приемной кампании Института международных отношений? Мы поговорим сегодня с его директором Рамилем Хайруддинова. Здравствуйте, Рамиль Равилович. Добрый день. Для начала хотелось бы узнать, на какой стадии находится процесс включения обсерватории КФУ в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот год начался для КФУ. Прекрасное дело в том, что проект, который называется номинация «Астрономические обсерватории КФУ» подошел к своему логическому завершению. Самая значимая ее часть, подготовка, содержание и подготовка самих томов номинационного досье, она была успешно завершена. И в точно назначенное время, в феврале, отправлена в Париж. И, собственно, 1 марта мы должны были положить на стол комитета всемирного наследия, центров всемирного наследия ЮНЕСКО наши документы. Это произошло, к счастью. И вслед за этим мы получили благоприятную для всех нас новость. Документы приняты, изучены. Они в полной мере соответствуют всем требованиям, предъявляемым регламентом ЮНЕСКО. И мы получили разрешение о выносе, собственно, на рассмотрение комитета всемирного культурного наследия. И правительство Российской Федерации в лице Министерства культуры Российской Федерации, а также комиссии по делам ЮНЕСКО, она согласовала с ЮНЕСКО дату, собственно, рассмотрения. Это произойдет в 2023 году. И будем надеяться, что все будет успешно, и мы пройдем достаточно сложное обсуждение, строгое жюри. Но, тем не менее, мы надеемся на удачу. Тем более, что за нами, за нашими плечами, плечами коллектива Казанского Федерального Университета три успешные победы, три номинации включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас хотелось бы перейти немного к другой теме, но не менее важной, я думаю, для Татарстана уж точно, это празднование тысячестолетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Я знаю, что в мае и летом планировались большие мероприятия по этому поводу. Не изменились ли планы? На сегодняшний день все под контролем, и мы действуем в рамках уже принятых и утвержденных планов мероприятий и федерального, и республиканского. В него вошли целый ряд предложений Казанского Федерального Университета. Я хотел бы остановиться лишь на тех, за которые, собственно, и отвечает Институт международных отношений. Перечень их достаточно большой – это и проведение мероприятий, научных форумов, конференций. Один из них – это наш очень востребованный популярный формат – международный форум «Исламо-мультикультурный мир», который состоится, и для этого есть и возможности, и силы. И мы надеемся, что именно в этом году наиболее актуальные темы, которые связаны с современным исламоведением, мы рассмотрим и примем определенные решения о том, как развивать исламоведение здесь, в России и в целом мире. Поэтому ожидается достаточно большое количество участников. Мы надеемся, что все пройдет стандартно, на том уровне и в том качестве, к которому мы уже привыкли. Что касается других мероприятий, я хотел бы подчеркнуть и проводимые нами в мае Всероссийский съезд учителей истории и общества знания. И здесь тоже очень важен новый формат, когда в Казань приедут лучшие представители учительства. Если же не будет возможности приехать, так как, вы понимаете, и май месяц будет перегружен мероприятиями, но тем не менее учителя уже привыкли к этому формату, и онлайн подключаются представители многих субъектов Российской Федерации, которые входят в Всероссийскую ассоциацию учителей истории и общества знания. Но вместе с тем вопросы стоят и перед высшей школой. Как готовить тех педагогов, на каких правилах, какие требования должны быть к ним применены. И эти вопросы, они и войдут в повестку нашего съезда. Ты вспомнил празднование 100-летия СССР в 2020 году. Тогда этот год нам принес для татарстанцев много объектов инфраструктурных, насколько я помню. А в этом году, наверное, нам это празднование большое принесет больше не материальное, а не материальное наследие. Если судить по объему вкладываемых в федеральный центр средств, то как раз наоборот. Вот речь идет о том, что будут серьезно внесены изменения в инфраструктуру, в том числе транспортную логистику Спасского муниципального района. И значительное количество объектов, связанных с дорожной инфраструктурой, будут отремонтированы. И наши паломники, туристы получат возможность быстро, с хорошими временными хронометражами, приезжать и любоваться памятниками, которые сохранились в Болгарии. Ну и, кроме того, значительное количество затрат связано с изданием, переизданием различных книг, снимаются фильмы, проводятся выставки. Ну и в завершение наш традиционный вопрос. Приемная кампания 2022, Институт международных отношений. Что, может быть, нового предлагает своим абитуриентам? Дело в том, что учебные планы и содержание той или иной дисциплины, и того или иного направления профиля, оно, конечно, ежегодно обновляется, и не только в нашем институте, но и в наших коллег, в целом по Казанскому федеральному университету. Мы ответственно относимся к предстоящей приемной кампании, понимаем, насколько она будет сложной, особенно в тех условиях, в которых находится, прежде всего, само общество. Речь идет о том, что Казанский федеральный университет, как и многие другие вузы России, пошли на беспрецедентные меры, сохранив, собственно, и стоимость, и качество предлагаемых продуктов, образовательных программ. Но вместе с тем мы осознаем, что предстоит серьезная борьба за абитуриента, и здесь мы применяем все дозволенные технологии, в том числе и по привлечению наших потенциальных студентов из стран, в первую очередь, Центральной Азии, и тех государств, которые по состоянию на сегодняшний день открыты для контактов и взаимодействуют с Российской Федерацией в образовательной сфере. Большое спасибо за интересную беседу. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. Роботов сейчас многогранны. И все они продиктованы и придуманы человеком. Ведь главная работа — написание алгоритмов для робототехники — все так же остается за программистами. Сейчас роботы — привычная часть нашей жизни. И даже той, которую мы лично не видим. Роботы-машины трудятся спасателями, инструкторами, водителями. Но работать без заданных алгоритмов машины не могут. В Институте информационных технологий и интеллектуальных систем сейчас ведется разработка алгоритмов для роботов, которых помещают в незнакомую для них среду. И там они должны суметь сориентироваться. Как этого добиться, узнала Эльвина Минабуддинова. Это мобильная база. К нему прикреплена рука, манипулятор. Четыре степени свободы. То есть он может двигаться, вот, вейст у него, да, лево-право. Мобильный робот российского производства. Скорость его передвижения — 5-7 километров в час. В основном предназначен для поисково-спасательных операций. На устройстве есть так называемые флипперы. Они способны выдвигаться вперед. Именно благодаря им робот преодолевает препятствия. Может подниматься по лестнице. Воду не проницаем и пыли не проницаем. А при необходимости огнеупорен до определенной степени. Имеется конечный инструмент — гриппер. С его помощью способен нести объекты до 6 килограммов. По мере развития робототехники появляются все более новые технологии оборудования, которые приближают нас к полной автоматизации процессов. Проект аспиранта Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Рамиля Сафина — тому доказательство. Его область исследования — мобильная робототехника, стационарные движущиеся роботы. А именно — разработка алгоритмов визуального и национального SLAM для мультикамерной системы. SLAM расшифровывается как одновременная локализация и картографирование. Это метод, который используется в мобильных автономных средствах для построения карты в неизвестном пространстве или для обновления карты в заранее известном пространстве. Алгоритмы SLAM используются в задачах реконструкции 2D и 3D-карты окружения. Проведение инспекции потенциально опасно для человека в зданиях автономном вождении. Известные компании, которые используют систему SLAM — Амазон и Тесла. В основу работы Рамиля Сафина входит программирование робота для движения в неизвестном пространстве. Моя задача состоит в том, чтобы запрограммировать робота так, чтобы его поместили в неопознанную какую-то неизвестную среду. И он по мере движения, либо это движение тоже как-то автоматизировано, либо это оператором как-то управляется. Строил карту окружения, то есть какое-то представление карты, например, стена или что-то видит облако точек, если кому-то понятно. И, значит, строил свой путь, траекторию в этой карте. Устройство ездит и замеряет данные расстояния, цвет объектов и место, в котором находится. После строится карта. Задача SLAM состоит из двух частей и решаются в цикле. Первая — это локализация, определение позы робота, то есть его координаты. Вторая задача — построение карты. Методов в исследовании много. Например, алгоритмы, триангуляция. Благодаря им возможно определять расстояние до объектов. Также можно применять различные алгоритмы, оптимизация, учитывая неопределенность среды. Начинает двигаться сначала медленно в ручном режиме. Это первая запуска, всегда так. Это безопасность. Поэтому я удерживаю вот сенсорную кнопку. По словам Рамиля Сафина, робототехнику он увлекся к концу последнего курса. Сейчас Рамиль занимается расширением своих трудов в научном плане. Увлекается коллаборативной робототехникой. Это когда роботы взаимодействуют между собой, а также задачи комплексирования, объединения данных с датчиков камеры и лазерного дальномера. По сути, слэм помог бы, значит, что сделать? Робот обнаружил, что связь потеряна, у него есть построенная карта, по которой он приехал, путь даже есть, да? И, в принципе, он может обратно вернуться. Роботы можно использовать в поисково-спасательных операциях, в заброшенных складах и опасных участках. Его проект находится на этапе проведения симуляции. Внутри лаборатории Рамиль занимается софт-робототехникой, пишет программное обеспечение для автономной навигации роботов, разрабатывает алгоритмы для исследования местности. Совсем скоро Рамиль представит свой проект в Японии. Признается, главной целью по сей день для него является научно-исследовательский подход и желание привнести в мир науке новое явление. Эльвина Минабудзинова, Амир Юлдашев, КФУ «Итоги недели». Социальный проект решили реализовать в Казанском университете для поддержки сотрудников. Суть его проста – выделить земельные участки, желающим выращивать экологически чистые овощи и ягоды. Это и поддержка сотрудников, которые смогут обеспечить себя осенью сельскохозяйственной продукцией. А заодно и приобщение их к экспериментам по биологии – агрономии. У КФУ есть агробиостанция, у которой имеются 20 гектаров земли. Здесь планируют культивировать уникальные растения, заниматься селекцией, пока эти растения выращиваются в лабораторных условиях. Вместе с научной и образовательной деятельностью здесь будет вестись просветительская работа. Планируется, что появится и волонтерский агробиопарк для школьников. И вот на этой территории решено выделить место, где сотрудники смогут заняться выращиванием овощей. Ведь не у всех представителей вуза есть огороды и земельные участки. Отметим, что речь идет только о выращивании овощей для своей семьи. Мы смотрели, поскольку это образование, этот проект был построен не только на студентов, это не база практики. Мы для себя решили, что это должен быть такой волонтерский агробиопарк, в который могли бы приходить дети, те же самые учащиеся наших лицеев, и там проводить, так сказать, какие-то практические занятия. Могли бы приходить любые дети, могли бы приезжать туда, мы там поможем всем. То есть у нас есть специалисты, которые могли бы помочь. Но вот та ситуация, которая сложилась в настоящий момент, она заставила нас еще задуматься. Ведь параллельно можно сделать еще другое. То есть вот селекцию овощных культур, подово-ягодных культур, лекарственные растения. Можно еще пустить параллельно проект помощи. Кому? Помощи сотрудникам вуза. Потому что не у всех есть возможность сейчас, например, вырастить что-то. У кого-то нет дачи. У нас очень много молодых, так сказать, сотрудников, которые этим не обзавелись. И, соответственно, параллельно мы вот здесь вот несколько грядочек, несколько, так сказать, полосок земли, ну там как бы распахав, мы можем сказать, мы вам поможем вырастить для себя. Землю никто никому не отдает. Земля федеральная. Это наш агробиопарк, который будет работать в рамках реализации всех поставленных задач по приоритету 2030. Но параллельно здесь люди могут, по сути дела, так сказать, приобщиться и к биологии, и к выращиванию себя, чтобы потом самому съесть. Кто из студентов КФУ поможет в организации главного парада победы в Москве? И будет ли университет участвовать в программе студенческого кэшбэка? Об этом через несколько минут. Также вы увидите. Процедура относительно других треков несколько упрощенная. Поступить в филиалы КФУ через интернет. Как подать заявление на портале госуслуг? Она родилась в Москве, в семье таможенника татарина и переводчицы полуитальянки. Много родственной ласки. Как Казань хранит воспоминания о Белле Ахмадулиной. Казанский федеральный университет снова присоединится к участию в программе молодежного и студенческого туризма. К программе студенческого кэшбэка в этом году присоединились 155 вузов из 98 городов России. Программой предусмотрены и групповые поездки, и индивидуальные путешествия. КФУ планирует реализовать проект с 15 июня по 15 августа. В этот период университет готов принять одновременно до 50 студентов. Стоимость проживания для путешествующих студентов составит 150 рублей в сутки. Проживание планируется в деревне универсиады. Гость сможет выбрать одно из трех направлений – научно-образовательное, профориентационное или культурно-познавательное. О других новостях из жизни университета в нашем дайджесте. Абитуриенты КФУ смогут подать заявление в филиалы университета через портал госуслуг, причем как на бюджетные места, так и на контрактные. Для подачи документов необходимо зарегистрироваться на портале госуслуги РФ, выбрать сервис поступления в ВУЗ «Интересующее направление». Важное условие – абитуриент должен иметь подтвержденный личный кабинет. Процедура относительно других треков несколько упрощенная, относительно личных кабинетов самого ВУЗа, либо через личную подачу. Потому что сервис госуслуг, по сути, агрегирует все ваши данные, все данные абитуриента, которые уже есть. КФУ и Хилуанский университет из Каера провели первый совместный научный семинар. Его открыл исполняющий обязанности ректора Казанского университета Дмитрий Таюрский. Отметим, сегодня в КФУ обучается более 200 граждан из Арабской Республики. В планах – открытие филиала КФУ в Египте. Удивительный мир космоса, экскурсия по обсерватории, научно-популярные лекции и показ фильмов. Так, в КФУ отметили День космонавтики. Главной площадкой в этот день стала обсерватория имени Энгельгарда. В завершении праздника состоялось награждение победителей конкурса детско-юношеского творчества. Ребята сделали макеты и рисунки на тему космоса. И самое первое место, что сделала лучшую модель макет – это Краснобаева Лиза. Операция «Напиаримся». В Казанском федеральном университете стартовал всероссийский интерактивный форум Russian PR Week. Он собрал более 600 участников со всей страны. Для них выступают 12 экспертов в сфере рекламы. Например, пиар-менеджер Тимати Максим Задворнов, пиар-директор артистов Валерия Бруно, продюсер рекламных ТВ и интернет-роликов компании Сбербанк, Алиэкспресс, Яндекс, Екатерина Дементьева. Также в рамках форума проходит Олимпиада по рекламе и пиар. Сегодня медиапространство, коммуникационное пространство требует свежих идей, неординарных подходов, неординарных поступков. Оно требует огромного количества новой молодой, что называется, крови, которая смогла бы придать новые импульсы тому, что мы называем медиакоммуникационное пространство. Татарстанское детское Евровидение. На этой неделе в КСК КФУ «Уникс» проходил суперфинал республиканского молодежного фестиваля «Созвездие Йолдозлык». На сцену вышли тысячи ребят со всей республики. Они показали себя в хореографии, вокале и в номинации «Конферанс». У каждого свое мышление, становление, понимание этого мира. То есть это люди, педагоги, которые работают с людьми, которые в будущем станут взрослыми, которым они открывают мир, показывают мир. И, конечно, когда ты причастен к воспитанию будущего, будущего этой страны, будущего этого мира, это как сюда не бежать. Хочется бежать, хочется быть к этому причастным. На неделе много говорили о судьбе Ютуб на территории России. А это зависит от самого видеохостинга. В случае, если Ютуб будет продолжать вести свою политику и нарушать российские законы, в конечном счете его ожидает блокировка. Об этом заявила и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина и председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес. По мнению последних, Ютуб стал одной из крупнейших платформ по распространению контента с призывами к насилию в отношении россиян. Несмотря на попытки Роскомнадзора выстроить рабочий диалог с администрацией платформы, никакого результата пока нет. Ютуб не выполняет необходимые требования и не выплачивает штрафы, говорит Мизулина. При этом Клишес отметил, что Ютуб является качественной, удобной и отлично сделанной площадкой. Но соблюдать норму закона необходимо всем. А что стало определяющим на этой неделе для моего коллеги Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Действительно, тема будущего сетевого пространства для России на сегодня одна из самых острых. Так оказалось, что за последние десятилетия мы сознательно, или просто по глупости, сдавали фактически свое медиаполе со всеми его базами данных в руки технологических монстров США. И в критический момент вспомнили, что никто из них не собирается быть не то чтобы союзником, но даже и нейтральным игроком по отношению к стране и каждому из нас. В состоянии цейтнот опомнились, мол, у нас есть свой, почти заброшенный ВКонтакте, Рутюб, Одноклассники с весьма интересной и специфической целевой аудиторией. Есть не совсем наш, но относительно нейтральный, чуть было не закрытый Роскомнадзором Телеграм. Проблема усугубилась еще и тем, что многие разработки и модернизации этих отечественных социальных платформ сопровождались регулярным вбрасыванием средств. Но на поверку оказалось, что у нас есть обиженные и испугавшиеся разработчики, есть съеденные ими средства, но нет никакого ощутимого результата. Власти сейчас много делают уникального для IT-индустрии, и это правильно. Но вопросы, что же эта индустрия сделала для страны все предыдущие годы, остаются. А с ними и проблемы. А еще остаются и вопросы, кто сейчас в части развития медиапространства будет определять задачи для IT-отрасли. Опять они сами себе? Они сами себе по согласованию с дающими деньги? Или хоть как-то вспомнят, что IT безумно важный, но инструмент для решения каких-то задач, который предстоит реализовывать другим, и неплохо бы, чтобы именно головные пользователи и выгодополучатели ставили задачи. А то опять получится, что вроде и Рутюб свой есть, вроде его даже уже больше года кто-то за большие деньги модернизирует, а на выходе мы даже саму мысль об отказе от Ютюба гоним. Ибо никакой Рутюб пока никак не может даже по простейшим требованиям конкурировать с американским сервисом. Впрочем, все это может состояться только в рамках единой медиа-стратегии, которые у нас, как мы в прошлой нашей программе говорили, не было, нет, и никто формировать ее не собирается. Пример Китая нас пока привлекает все больше на словах. Кстати, про Китай. Хотелось бы отвлечься от темы соцсетей как таковых и пару слов сказать об одном из фейков, рожденных в силу журналистского непрофессионализма, напрямую связанной с темой науки и вызвавшим шквал в медиапространстве. Порожден фейк был не какими-то врагами, а госагентством ТАСС, которое сообщило на неделе дословно следующее. Партнеры Российской Академии Наук из Китая поставили на паузу сотрудничество с Академией, заморозив развитие ранее обсуждавшихся проектов. Об этом в четверг сообщил президент Российской Академии Наук Александр Сергеев в ходе международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения-2022», которая проходит в МГИМО. Далее цитата из Сергеева. «Если говорим о южном или восточном направлениях, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением». Вот так сказал Сергеев. Это прямо-таки панически депрессивное сообщение хорошо прокомментировали наши телеграм-каналы. В частности, канал «Китайский связной» так обобщил неразбериху с этим фейком. Краткое изучение ситуации показывает, что по факту все просто. Руководителю кто-то из замов выдал тезис «Мы не можем поехать в Китай, не впускают», подав это, как Китай от нас отгородился. По факту же все тривиально и подвязано на вспышку ковида. Да, физически приехать на симпозиум или подобные мероприятия в Китайскую Народную Республику сейчас не выйдет. Только это не связано с политикой России. Ковидные ограничения за последний месяц усилены очень жестко. Приехать на пару-тройку дней практически нереально. Посадят в карантин на куда больше срок. Вброс достаточно простой, но показательно, как его быстро и не проверяя потащили на самом высоком уровне в инфо-иерархии. Аж в таз. Где уж, казалось бы, положено все перепроверять многократно. Так что, как видим, проблемы у нас не только с платформами распространения контента, но и с теми, кто, собственно, контент производит. А потому, эксклюзивно создавая условия для развития в очередной раз создателем медиатехнологий, не задумываясь о том, в каком состоянии у нас подготовка и функционирование медийщиков, это тоже деньги на ветер, как говорят в народе. Но куда уж хуже ситуация, если приходится отлавливать фактически фейки нового типа в государственных медиа. И еще. Раз уж мы вспомнили про Китай, эта страна в последние дни нам живо напомнила, что ковид никуда не исчез. Понятно, что наша повестка определяется определенными событиями судьбоносного характера. Но есть и проблемы, что по-прежнему живут с нами. Вот Китай живет в эти дни в жесточайшем локдауне, который сказывается даже на общественной стабильности в самой, казалось бы, стабильной стране. А потому берегите свое здоровье не только от фейков, но и от вполне еще живых вирусов. Такие дела. Всем доброго. Студент Казанского федерального университета победил во всероссийском конкурсе «Послы Победы». Студента юридического факультета Льва Шулындина выбрали в качестве участника, который поможет в организации «Парада Победы в Москве». Как проходил конкурс и когда волонтеров ждут в Москве, мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Лев. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о конкурсе. Кто его организатор и кто мог участвовать? Главным организатором, конечно же, выступает Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при содействии Роспатриотцентра и Росмолодежи. А кто мог участвовать все-таки в конкурсе? В конкурсе приглашали принять участие молодежь от 18 до 35 лет, активистов движения «Волонтеры Победы». А какие условия стали определяющими для участия в конкурсе «Послы Победы»? Ну, было несколько критериев. Безусловно, члены жюри Оргкомитет оценивали организаторские, волонтерские навыки и участие в акциях и проектах самого движения. А вы подали заявку в качестве волонтера и почему решили это сделать? Безусловно, это очень значимо, очень важное мероприятие в истории нашей страны и, в принципе, в нашей повседневной жизни. Поэтому для меня было бы очень интересно в нем поучаствовать и посмотреть вживую, как вообще происходит вот это мероприятие вживую, своими глазами. А вам уже рассказывали, какие задачи вы будете выполнять там уже на месте? Безусловно, с нами сейчас работает тим-лидер. У нас собирают необходимую информацию, проводят необходимые организационные процедуры. Предварительно нам сообщили, что мы будем работать с ветеранами, которые будут находиться непосредственно на самом Параде Победы и смотреть за всем мероприятием с трибун на Красной площади. Какие у вас в связи с этим ощущения? Это же на самом деле в такой праздник оказаться на Красной площади в самом центре событий. Безусловно, это очень волнительно, но в то же время это очень ответственно. И когда происходила сама заявочная кампания, было очень интересно попробовать свои силы, свои организаторские, волонтерские навыки в помощи в организации такого крупного мероприятия. А здесь в КФУ организатором каких акций вы стали? Будучи сотрудником отдела организации патриотического воспитания, профилактики правонарушений, мы с коллегами на протяжении года организуем огромное количество мероприятий и проектов. Ближайшая, которая готовится, это будет 29 апреля, это большая университетская акция, которая будет происходить во дворе главного здания, приуроченная к 77-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, к акциям, в которых я принимаю участие в качестве организатора, можно отнести и Бессмертный полк КФУ, это и литературно-творческий конкурс «Огонь победы в памяти поколений» и многие-многие другие. Почему для вас лично важно быть волонтером и организатором именно таких акций, гражданственных, патриотичных? Вы знаете, я считаю, что нашим долгом является сохранение исторической памяти, поддержание у молодого поколения тех преемственных связей, которые есть у нас с нашими бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками. И это очень благородная миссия, очень благородное дело, и, безусловно, хочется быть причастным к этому. И, безусловно, наш университет – это прекраснейшая площадка, которая развивает организаторские, волонтерские навыки и компетенции, потому что на площадке нашего университета проходит огромное количество мероприятий, и, будучи активистом и сотрудником Департамента по молодежной политике, как раз-таки все эти навыки и компетенции очень сильно развиваются и прокачиваются, и их можно применять и на проектах федерального всероссийского уровня. А ждете ли вы в своих добровольческих движениях, акциях новых волонтеров? Как желающие могут попасть к вам? Вы знаете, у нас есть руководитель нашего университетского центра, все желающие могут к нам обратиться. Буквально вот мы уже начинаем готовиться ко всем акциям, мероприятиям, которые только предстоят. Это международный субботник, то есть это уборка памятных исторических мест захоронений, памятников героям войны. Это всевозможные акции, например, «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка». Ну и, безусловно, это «Бессмертный полк КФУ», это проект-мероприятие, которое мы ждем реализации 9 мая. Поэтому всех желающих мы приглашаем прикоснуться к этому, поучаствовать и не оставаться равнодушным в этом деле. Вы учитесь на юридическом факультете. Кем себя в будущем видите? Как поможет вам общественная деятельность в вашей карьере? Я являюсь магистрантом юридического факультета, планирую дальше поступать в аспирантуру. Мне хочется преподавать в Народную кафедру конституционного и административного права, предметы, быть преподавателем. Но, безусловно, также хочется продолжать свою административную деятельность как сотрудник и выполнять административную роль в деятельности Казанского федерального университета, юридического факультета. Для меня это большая честь. Можно сказать, что я ребенок университета, который вот с первого курса помогает, работает во благо нашей альма-матер. То есть, получается, это быть одновременно и аспирантом, работать в научной области и в то же время помогать университету в дальнейшем развиваться. Безусловно. Благие намерения, удачи вам и спасибо за интересную беседу. Благодарю. Во мне все время брежево какое-то касание Казани. Но здесь становится особенно заметно, что я Ахмадулина, что я Ахатовна. Так вспоминала о своих корнях русская поэтесса из поколения шестидесятников. 10 апреля Белле Ахмадулиной исполнилось бы 85. Родилась маленькая Белла в Москве, куда в свое время из Казани приехал ее отец Ахат Валеевич Ахмадулин. Сама Белла в Казани была еще ребенком, а уже в зрелом возрасте приезжала в качестве именитой поэтессы, писательницы. Так в 2007 году вместе с мужем, известным театральным художником Борисом Миссерером, она была гостьей первого Аксенов-феста. Большим праздником для любителей поэзии стал тогда ее творческий вечер. Она рассказывала о себе, читала стихи. А какое наследие одной из самых лиричных поэтесс второй половины 20 века сохранилось в коллекции отдела редких книг Казанского университета, узнал Амир Ахтямов. Белла Ахмадулина – поэтесса, писательница, переводчица. Она родилась в Москве в семье таможенника Татарина и переводчицы полуитальянки. Белла Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Ее отец Ахат Валиевич Ахмадулин – комсомольский и партийный работник, заместитель председателя Государственного таможенного комитета СССР. Мать, Надежда Макаровна Лазарева, майор КГБ, работала переводчицей. Стихи Ахмадулина начала писать рано. Уже в детстве сочиняла поэмы и повести, романы, драмы, комедии и мемуары, как вспоминала позже. Среди прочих творений было и собственное продолжение «Горе от ума», но все свои детские опыты она называла жуткими и чудовищными. Свои же стихотворные строки Ахмадулина посвящала угнетенным темнокожим рабам и их детям. О любви Белла начала писать позднее. В 15 лет у нее уже прослеживался собственный стиль. Литературный дебют 18-летней поэтессы состоялся в журнале «Октябрь». У Беллы Ахмадулиной есть и татарские корни. В Казанино приезжала еще ребенком при эвакуации в 1942 году. Отец ее был на войне, и маленькую Беллу выхаживала его сестра, которую звали Хаят. «Поэтесса не вспоминала бы об этой болезни, если бы она не стала мотивом некоторых ее сочинений. Что-то тогда происходило во мне, как будто я смотрела во след своей души, и в сумерках моих был свет», — говорила Белла. В Казани ее влекли некоторые места. Это старый деревянный дом на Баумана напротив банка, а также небо Черного озера. Перед нами некоторые произведения поэзии Беллы Ахмадулиной. Например, сборник стихов, выпущенный в Москве в 1988 году. На форзаце учебника мы можем увидеть фотографию писательницы. Также хочется отдельно выделить стихотворение «Свеча». Оно было выпущено чуть раньше, в 1977 году. Ключевой образ стихотворения «Свеча» переносит нас в пушкинскую эпоху, где сосредоточены дорогие автору произведения, жизненные и творческие ценности. В стихотворении пушкинская тема воссоздается при помощи целого ряда художественных деталей. Это прежде всего восковая свеча, питьеватая грамота, перо. Наконец, портрет Пушкина, который ласково глядит, вдохновляя на новые творческие свершения. Произведение «Свеча» Белла Ахмадулиной выходит с посвящением Геннадию Шпаликову, поэту и другу писательницы. Стихотворение выходит в 1960 году. Поэтессе в эту пору исполнилось 23 года. Белла Ахмадулина подчеркивает, что ее привлекают не только внешние атрибуты пушкинской эпохи. Погружаясь в мир ценности 19 века, лирическая героиня уже начинает мыслить о друзьях способом старинным, а для пушкинского окружения понятие «дружба» обладало святостью. Последние годы жизни Белла Ахатовны были крайне тяжелыми. Поэтесса болела, она передвигалась на ощупь, так как практически ослепла. Белла Ахмадулиной не стала 29 ноября 2010 года. Причиной смерти поэтессы были последствия острого сердечно-сосудистого криза. Прощание с ней состоялось в столице, в Центральном доме литераторов. Похоронена Ахмадулина на Новодевичьем кладбище, недалеко от могил Андрея Вознесенского и Виктора Черномырдина. Амир Ахтямов, Никита Акиншин, КФУ, итоги недели. Обязательная черта талантливого человека – это немедленно чувствовать и любить талант другого человека. Писала Белла Ахмадулина. Творческих идей, вдохновения и еще больше проектов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова